Здравствуйте, рыбы! Это прогноз для вас на затменный месяц июль 2019 года, в котором я расскажу о том, как затмения могут повлиять на ход ваших жизненных событий и вообще о том, что в июле вам ждать. Несмотря на то, что у нас в июле коридор затмений и мы проживаем два затмения, солнечное затмение произойдет 2 июля в знаке рака, лунное затмение произойдет 17 июля в самом начале суток в знаке козерога. Тем не менее, эти затмения не должны особо как-то сильно влиять на ваш знак, потому что все то, что происходит в этих затмениях, все главные действующие лица, главные действующие энергии, они не имеют отношения ни к Юпитеру, ни к Нептуну, которые эти две планеты управляют вами. Хотя немножечко Нептун задействован во втором затмении, поэтому возможно, что второе затмение более для вас будет просто очевидное по своему влиянию, но он задействован позитивно, он берет на себя такую роль примирителя Венеры и Сатурна, которые стоят в оппозиции друг к другу на втором затмении, то есть в районе 17 июля. И поэтому я полагаю, что если, например, для кардинальных знаков, там козерога, овна, рака, весов, я даю рекомендации в это время быть аккуратными во взаимоотношениях с важными для них людьми и важными для них вообще отношениями, потому что это время распада этих отношений, то для вас это, пожалуй, даже время эмоционального подъема в отношениях и возможности примириться с тем человеком, с которым вы в ссоре, с которым вы в конфликте, с которым вы на какой-то дистанции находитесь, возможность с ним сблизиться, понять его, принять его таким, какой он есть. Так что середина месяца в этом плане у вас очень даже позитивная. Первая часть месяца, вот первое самое затмение, которое произойдет 2 июля и то, что оно за собой несет вплоть до 7 числа, это вообще время достаточно спокойное и вам просто здесь рекомендация. Не стоит никаких событий особых инициировать, потому что просто это затменное время, мы не особо контролируем те энергии, которые к нам приходят. Но с другой стороны, стоит поработать над собой, стоит поработать над своими сильными и слабыми сторонами, это время некой диагностики своих собственных желаний, потребностей, выявления того, что вас ведет, основной вашей жизненной мотивации и стратегии на данный момент, переоценка этого, если есть потребность в этом. Такое появление у вас хотя бы внутри, в каком-то первом приближении, например, большого жизненного плана на ближайшие 18 лет или развитие вас как личности на ближайшие 18 лет. Это было бы неплохо, вот заниматься такими вещами, внутренней такой работой в первую неделю этого июля. С 8 по 12-13 число очень хорошее взаимодействие между вашим управителем и солнцем, поэтому это время творческой реализации, это время активности, это время инициатив. Здесь надо быть аккуратными, чтобы ничего масштабного не создавать, потому что ничто масштабное здесь не то, что не реализуется, реализовываться оно может. Но вот последствия, которые оно будет себе нести и насколько вы вообще этими обстоятельствами, которые вы инициируете, в это время будете мочь управлять в дальнейшем, это вопрос, конечно, достаточно большой и важный. Поэтому, чтобы не подвести самого себя, вам стоит быть аккуратными и все-таки больше здесь заниматься какими-то небольшими делами, но творчески к ним подойдя. Это время прекрасного интуитивного какого-то прозрения, ощущения куда идти на уровне каких-то внутренних побуждений, внутреннего какого-то настроя и соединенности с тем потоком, который сейчас у всех у нас, все мы в нем будем жить в июле месяце в этом энергетическом потоке. Но у вас он может быть очень тонким, очень мощным и хорошо пробудить и прокачать вашу интуицию. В том числе это время ярких таких вот предсказательных снов. И, пожалуй, еще один период, который я отмечу, это время с 22 по 28 число, когда есть прекрасный аспект на вашего второго управителя от планеты Марс. И вот здесь я бы уже посоветовала быть более инициативными, более смелыми, более энергичными, проявлять какую-то динамику в ситуации, которую вы создаете, быть какими-то напористыми, быть красноречивыми, бороться за то, что вы хотите получить, потому что это время, которое вполне может обернуться для вас какой-то небольшой победой. И вообще это, пожалуй, из всего месяца один из самых ярких и самых плодотворных периодов. Вот именно время с 22 по 28, 29 число. Поэтому этим надо пользоваться и не забывать все-таки о том, что если вы в этот момент хотите переговоры какие-то вести, куда-то поехать, подписать какие-то деловые соглашения, может быть личные, может юридические какие-то соглашения, надо быть аккуратными и перепроверять по нескольку раз все то, что вы передаете в качестве информации и получаете в качестве информации от других людей. В поездках будьте аккуратными в документах, потому что их легко забыть, потерять, что-то в них напутать. И также поездки этого времени, несмотря на всю свою динамику, могут обернуться также и различными казусными ситуациями, в том числе отменой рейса, отменой поездки и так далее. Так что надо быть очень внимательным и понимать, что такое может быть, что вы даже куда-то не уедете. Но тем не менее, даже если вдруг поездка отменится, знаете, какое-то обстоятельство принесет вам ровно те же эмоции, ту же радость, ту же новизну, ту, которую вы хотели получить в этой поездке, то, ради чего вы туда ехали. Ну, если это, например, поездка, которая была связана с отдыхом. В общем, события этого месяца будут для вас, с одной стороны, каким-то запоминающимся, с другой стороны, возможно, даже и не судьбоносными. Конечно, если тому не противоречит ваш личный прогноз, который исходит из вашей личной карты рождения, потому что в ней, может быть, все устроено совершенно иначе. Но об этом я судить не могу, потому что даю здесь только общие рекомендации, исходя из поведения ваших двух управителей. Я же желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. Я желаю, чтобы вы этот коридор затмений прожили на большом творческом подъеме и потоке. И идеи, которые пришли вам, инсайты, которые пришли вам в это время, пусть они вас долго еще сопровождают, вдохновляют и делают вашу жизнь ярче, ну и, наверное, счастливее. До новых встреч. До свидания.